Всем привет! С вами Валентин Шкандыбин. Я мастер древних музыкальных инструментов, в частности таких как Ока Рина. Я занимаюсь этим уже давно, не первый год, и за это время накопил определенный опыт, которым с радостью хочу с вами поделиться, дорогие мои подписчики или же будущие подписчики канала. Ока Рина, пусть не самый сложный музыкальный инструмент, такой, например, как гитара, аккордеон или же орган, но она требует также определенного умения, определенных навыков и знания того, как с ней обращаться. Расскажу о них, а точнее напомню. Я уже в одном из своих видео делал небольшой экскурс о том, как сделать первые шаги в освоении этого музыкального инструмента, какие бывают ошибки, рассказывал. Ссылочку прикреплю здесь, вы сможете посмотреть, если еще не видели. И начну с того, как мы играем. Первое, это, конечно же, гамма. Это основа основ. Закрыты все отверстия, это первая нота. В данном случае Ока Рина настроена в тональности ми в мажор. И первая нота, когда все закрыты отверстия, это ми, естественно, в мажор будет. Дальше мы открываем первое отверстие, это, получается, вторая нота. Дальше третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. И в обратном порядке все то же самое. Гамма. Когда мы научились играть гамму, мы можем продолжать. И следующее у нас это дыхание. Дыхание, конечно же, это основа основ. И здесь, на что стоит обратить внимание, это на то, что мы дышим на каждое отверстие, все больше и больше добавляем давление. Если мы не будем добавлять чуть-чуточку больше давления воздуха, Ока Рина у нас будет сдуваться, как воздушный шарик. И это будет выглядеть следующим образом. И все, и звук фактически пропал. Поэтому, до, ре, ми, фа, со, ля, си, и больше, больше, больше. Вот. Потом, на что стоит обратить внимание при освоении вот этой мелодии, которую мы сейчас с вами будем разбирать, это артикуляция. Артикуляция бывает у нас прерывистая. Ту, 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 ту. И артикуляция бывает с продолжением. Ту, 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 ту. Когда мы продолжаем дышать. Поэтому, когда мы уже это сумели, когда мы это уже освоили, мы можем начинать осваивать эту несложную, но очень веселую мелодию. У нас открыты четыре отверстия. Правая рука полностью все. И на левой стороне, левый безымянный палец открывает четвертое отверстие. Два отверстия указательным и безымянным закрыты. Мы делаем четыре раза ту, 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 ту. Выглядит это следующим образом. Показываю медленно, чтобы вы смогли это легко освоить и повторить за мной. И дальше мы идем на правую руку, на правую сторону. Дальше закольцовано мы повторяем так же с левой руки, приходя на правую. Дальше закольцовано мы повторяем. Ну и в ускоренном варианте, как она звучит, сейчас вам продемонстрирую. И так далее. Вам могут помогать, прихлопывая в ладоши, могут помогать при помощи остальных музыкальных инструментов, такие как флейты, барабаны, тамбурины, шейкеры. Просто голосом можно напевать. Тут воля фантазии и множество ваших экспериментов. Я думаю, никто вас за это не поругает. От себя же скажу, что экспериментируя и пробуя, у вас будет получаться с каждым разом больше. Буду очень рад и признателен вам, если вы подпишетесь на мой канал. Я его развиваю, стараюсь выкладывать новые и новые видео. Также, если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, пишите комментарии, предложения, я по возможности их буду рассматривать и буду стараться вам ответить. Вконтакте вы можете вступить в мою группу, которая так и называется «Окарина из Ростова-на-Дону». С вами был Валентин Шкандыбин. Желаю больших успехов и до новых встреч. Пока-пока.